Антикризисное белковое меню Всем известно, что человеку, ведущему здоровый и правильный образ жизни, а мы спортсмены, к таковым и относимся, необходимо правильно и грамотно составить не только тренировочный план, но и программу питания, от которого и зависит огромная часть нашего успеха. По степени важности белки в нашем рационе занимают лидирующее место, поэтому сегодня речь пойдет о них. В связи со сложившейся обстановкой в нашей стране, резко возросшими ценами на спортивные добавки и на продукты в магазинах, стоило бы разобраться с лучшими и в то же время бюджетными источниками белка. Начну, пожалуй, с самого дешевого и качественного источника белка – яичного. Этот белок можно назвать эталоном. Он имеет самую высокую биологическую ценность. Многие бодибилдеры использовали и используют его в приоритете. Яичный белок состоит почти на 100% из альбумина. В среднем одно куриное яйцо содержит 6 граммов белка, 0,3 грамма углеводов и 6 граммов жира. Если же убрать желток, то показатели БЖУ станут 4,0,0. Стоимость десятка яиц колеблется от 60 до 80 рублей. То есть вы заплатите такую сумму за 60 граммов белка, что очень выгодно. Второе место в нашем списке составляет нежирный творог от 0 до 5% и маложирный сыр 12-17%. Эти виды продуктов содержат в себе по большей части белок казин, который переваривается довольно долгое время и снабжает наш организм необходимыми аминокислотами на протяжении от 4 до 6 часов. Несмотря на то, что оба продукта содержат одинаковый вид белка, сыр усваивается быстрее, так как в процессе его изготовления используются ферменты, частично разрушающие целостность белковой молекулы казеина. На 100 граммов обезжиренного творога у нас от 16 до 18 грамм белка, 0 граммов жиров и от 2 до 3 граммов углеводов. По стоимости в среднем пачка творога 180-200 граммов составляет от 60 до 80 рублей. То есть за данную сумму мы получаем от 30 до 40 граммов белка. 100 граммов маложирного сыра 12% содержит 30 граммов белка, 12 граммов жира и от 2 до 3 граммов углеводов. Стоимость за килограмм 450 рублей, то есть 100 граммовый кусок, содержащий 30 граммов белка, обойдется в 45 рублей. Отсюда видно, что сыр, как источник белка, выгоднее творога, но содержит больше жира. К сожалению, обезжиренного сыра вы не найдете. Приобретать сыр в нарезке значительно менее выгодно. На третьей строчке нашего хит-парада выгодных белковых продуктов находится кальмар. Кальмар – это очень удобный и доступный продукт. Кальмар отлично подойдет всем, так как содержит в себе легкоусвояемый полноценный белок в большом количестве. Стоимость за 1 килограмм составит примерно от 180 до 220 рублей, но это в разных регионах по-разному. Пересчет на 100 грамм получается 20 рублей за 18 грамм белка. Куриное филе можно поставить только на 4 место. Из-за кризиса цены на курицу значительно выросли, что не дает ей право стать лидером. Но куриная грудка по-прежнему является отличным белковым продуктом. Да, еще практически обезжиренным. На 100 граммов грудки без кожи 22 грамма белка, 0,3 грамма жиров и 0,2 грамма углеводов. На 5 место можно поставить рыбу, например треску или тилапию. Белковая ценность рыбы очень высока. Обойдется же вам 1 килограмм рыбы примерно в 300 рублей, то есть 18 грамм белка за 30 рублей. Минусом рыбы, из-за которого на 5 месте является то, что она доступна в замороженном виде. И потому может содержать много замерзшей воды, что снижает фактический вес приобретаемого нами белкового продукта. В рацион можно включать и консервированную рыбу в собственном соку. Этот вариант, конечно, хуже свежий, но когда нет времени или возможности готовить, то получается весьма удобный продукт. На 6 месте разместим молоко и кисломолочные продукты. К сожалению, не все люди могут переносить молоко из-за недостатка необходимых пищеварительных ферментов. Но если вы один из тех счастливчиков, у кого с молоком никаких проблем, то это очень удобный в употреблении продукт, который нет необходимости готовить. Выпить в день 1 литр молока несложно. Получите при этом 28 грамм полноценного белка. Лучше молочные продукты использовать с минимальным количеством жира. Альтернативой молоку может служить кефир. Кроме питательных веществ он содержит в себе кисломолочные бактерии, питающие кишечную микрофлору. В 1 литре молока или кефира 1% жирности вы найдете примерно 30 грамм белка, 10 грамм жира и от 35 до 45 грамм углеводов. Стоимость 1 литра молока и кефира примерно 50 рублей. Седьмую строчку следует отдать различным субпродуктам, которые вы сможете легко найти в магазинах вашего города за небольшую стоимость. Возможно вы даже их пробовали. А кризис и есть такой момент, когда нужно внести изменения в свой рацион. Несмотря на их невысокую стоимость, они все же на последнем месте. Поскольку аминокислотный состав субпродуктов далеко не самый лучший среди источников белка животного происхождения, начнут с куриных желудков. Помимо высокого содержания белка и отсутствия жира и углеводов, они очень приятные на вкус. Обычно их отваривают или тушат. В желудочках содержится много железа и фолиевой кислоты. На 100 граммов вы получите 18 граммов белка и 1 грамм жира, 0 граммов углеводов. Стоимость же за 1 килограмм составит примерно от 130 до 150 рублей. Печень говяжья – еще один очень доступный вид белка. Печень всегда ценилась содержанием в ней всех незаменимых аминокислот и большого количества витаминов группы В. Каждый из вас найдет массу простых и вкусных рецептов для приготовления этого продукта. И может быть следствием этого послужит дальнейшее использование печени в своем рационе. На 100 граммов этого продукта мы получим 20 граммов белка, 3 грамма жира и 4 грамма углеводов. Стоимость же составит всего от 160 до 180 рублей за 1 килограмм. Говяжьи легкие – ценнейший продукт для поваров. Из них можно приготовить много вкусных блюд. Чаще всего в качестве термической обработки используют тушение. Но сначала их отваривают 20 минут с лавровым листом под грузом, чтобы не всплывали. Стоимость 1 килограмма легких – 100 рублей. БЖУ на 100 грамм. 18 граммов белка, 2 грамма жира и 0 граммов углеводов. Почки говяжьи содержат множество витаминов и богат ферментами. Способ термической обработки у них масса. Так же, как и блюд из них. На 100 граммов данного продукта 15 граммов белка, 2 грамма жира и 0 граммов углеводов. Стоимость 1 килограмма почек примерно варьируется от 90 до 130 рублей. Желаю вам выработать и открыть для себя новые виды белка. Потому что кризис – это всего лишь повод для перемен, а не отчаяния. Понравилось видео – ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok